Так, подошли к кусту розы. Значит, какие ветки я буду обрезать? Сейчас я у него удалю слабые побеги. Это вот такие тоненькие. Те, которые у меня направлены в середину куста. Я сейчас тоже их обрежу, чтобы они не загущали серединку. Вот эти. Дальше следует удалять те побеги, которые могут тереться друг от друга и создавать повреждения в этих местах. Надо будет сейчас посмотреть. Я сейчас вот эту веточку вот так вот обрежу. Вот так вот обрежу, чтобы они между собой тут не терлись. Вот она, смотрите, веточка. И вот они, у нее почки. Вот из этих почек пойдут побеги. И они будут расти в середину куста. Мне это не нужно, чтобы была середина куста загущена. Она должна, ребята, хорошо проветриваться. Это в любых кустарниках. Хорошо встречаться с солнцем. Поэтому я эту ветку сейчас срежу. Подошла к другому кусту. Вот такие ветки у основания куста тоже нужно обрезать. Сейчас я укорочу немножечко все веточки под одну длину, потому что тут у меня сверху немножечко они подсохли. И хочу показать, как я делаю срез. Смотрите, чтобы потом был куст красивый, нужно срез делать таким образом, чтобы почка смотрела не внутрь куста, а наружу. Покажу пример вот на этой ветке. Если обрезать вот здесь, вверху, посмотрите, сейчас наведу телефон, тогда у нас пойдет рост вот эта почка. Соответственно, побег из нее будет расти наружу куста. Это правильно. А если обрезать вот здесь, в этом месте, вот тут, тогда в рост у нас пойдет вот эта почка. И уже побег будет расти внутрь куста. Соответственно, будет его загущать. А нам это не нужно. Поэтому срезаем вот здесь. Срезаем не прямо рядом с почкой, а отступаем где-то сантиметр. И делаем косой срез. Вот так. Вот так.